Другим темам. Объем перевозок снизился, а система оплаты за движение по магистралям работает с перебоями. Дальнобойщики сегодня подвели итоги первой недели работы по новым правилам. Будут ли новые акции протеста? Об этом Павел Теунов. После того, как стало известно, что штрафовать за неоплаченный проезд по федеральным трассам будут только в пределах Московской области, многие частники отказались платить. В то время как транспортные компании, пытаясь соблюдать закон, исправно вносили деньги через систему Платон. И в итоге столкнулись с неразберихой. Когда люди с утра открыли свои личные кабинеты, с удивлением увидели, например, новосибирские перевозчики, оформленные маршрутные карты, например, Хабаровска, Владивостока, Москвы, Нижний Новгород в списке оформленных карт. Естественно, их никто не оформлял, они просто каким-то образом попали на лицевые счета перевозчиков. Несмотря на то, что прошедшая неделя, по прогнозам, должна была стать началом конца для рынка автомобильных перевозок, значительных изменений в работе грузового транспорта пока нет. На сегодняшний день спада в перевозках нет. Я не буду искажать информацию, я говорю, так как есть. Но сейчас не спад, он обуславливается прежде всего предновогодним ажиотажем. По информации Росавтодора, за прошедшую неделю удалось собрать с дальнобойщиков около 200 миллионов рублей. Как следствие, стоимость перевозок в среднем возросла на 20%, что впоследствии скажется на ценниках в продуктовых магазинах. По прогнозам, повышение произойдет после Нового года на 5-7%. Сибирские дальнобойщики подчеркивают, в это непростое время они собираются работать, а не бастовать. Тем не менее, и пропускать самые заметные акции протеста тоже не собираются. Ближайшее намечено в Алтайском крае, городе Барнауле, куда седутся перевозчики со всего сибирского региона. Резолюцию митинга отправят в российское правительство. Проблема, по словам бизнесменов, в том, что свои условия одновременно ставят несколько инициативных групп по всей стране. Акция всероссийская, которая так прокатилась волной по всей России, она лишний раз подтвердила, что мы на нее вышли, каждый со своими предложениями, требованиями. То, чего нам сейчас очень сильно не хватает – единого координирующего центра. В списке основных требований понизить сумму будущих штрафов за неоплаченный проезд до 10 тысяч рублей, а также разработать схему, по которой собранные деньги будут оставаться в региональных бюджетах. Павел Теунов, Константин Стримаусов, Новости Новосибирск.